Не как работа, а как сохранение обычаев и повод для общения и веселья. В селе Верхняя Суньма Мадышского района прошел праздник Утиновой пера. В хозяйстве Газизовых обряд проводили именно так, как описано в книгах. Народные песни и шутки еще больше украсили праздник. Есть свои приметы в организации таких праздников. Нужно угадать и с датой, и временем. Так же, как во время праздника гусиного пера, собираем перья, чтобы потом раскидать у речки. Чтобы на следующий год еще больше было уток. И обязательно приготовить блины в печи с утиным жиром, с чем я сегодня с утра пораньше и занялась. По словам хозяйки дома Нурзида Газизова, в этом и заключается вся красота праздника Урдек-Унессен. Они каждый год выращивают гусей, бролеров, уток. В этом году вырастили 40 этих птиц. Кроме того, в хозяйстве имеются куры и в планах еще в этом году приобрести бройлеров. Забой и ощипывание птиц семей выполняет в соответствии с традициями предков. Они очень доброжелательно на это относятся. Они любят это дело. Они все у нас такие умельцы, как говорится. Еще вот ждут. У нас еще есть как уборка дома. Это июмесси. Вот в этом году у нас как-то постоянные дожди. Вот не получилось. Вот на той неделе, наверное, вот соберемся. Вот угольчерапай. В семье Газизовых уже не первый раз с таким размахом проводят праздники. Только в прошлом году они проводили у себя в Акороде праздник тыквы. Постоянные гости на этих праздниках – народный фольклорный этнографический коллектив «Сунбизакляре», где и самохозяйка является солисткой. Мои девочки – это моя опора. Один клич, и они тут как тут. Ни одна работа по хозяйству не проходит без их участия. Мы любим друг другу помогать. Недавно у одной выкапывали чеснок, у другой мыли дом. Здесь каждый участник предели. Все вносят свой вклад во всей ответственностью. Например, Гульсераму Лахметова сегодня ответственная за Бялиш. Без него тоже не проходит ни один праздник. Специально заранее зарезали одну утку, и Бялиш я сделала из одного утки. Вот это мой самый главный роль в этом доме сейчас. Сейчас уже утку щипаем. Они проводят не только праздники гусиного и леутиного пера, но и субботники по стрижке овец. Когда наступит зима, планируют провести праздник в трудах по подшиванию валенок. А также не за горами праздник тыхвы и день урожая по сбору картофеля. Ланж Бабаньян звал Маска Малифюзянер Галеева. Новости Татарстана.